Приветствую вас на своем YouTube-канале. Меня зовут Яна Добровольска, в прошлом я Мисс Россия 2016, но в последние несколько лет я занимаюсь психологией, и сегодня хочу поделиться с вами рекомендациями, как легче пережить расставание с близким человеком. Тема серьезная, щепетильная, поэтому сразу начну с вредных советов, чего точно не стоит делать, чтобы не растягивать это удовольствие. Первое, то, что нам рекомендует, это не плакать, не раскисать, нужно собраться, чтобы тебя в таком виде не видели, ты должна встать и идти, и вот эти все советы из области фантастики, когда это совершенно невозможно, и нам хочется рыдать, потому что организм так устроен, что ему нужно плакать. Когда мы с вами плачем, это говорит о том, что запустилась парасимпатическая нервная система, которая помогает стрессовой регуляции, то есть мы таким образом совладаем со стрессом, мы с ним так справляемся. Более того, в слезах содержатся гормоны, которые нас обезболивают, успокаивают, дают нам выдохнуть, поэтому плакать очень даже нужно, можно и полезно. Более того, у нас есть миф, что если мы сейчас заплачем, позволим себе раскиснуть, то это будет длиться бесконечно, мы будем плакать, пока не сохнем. На самом деле это, конечно же, не так, и интенсивные эмоции, они не могут длиться более 10 минут. Вы поплачете, успокоитесь, потом снова поплачете, в какой-то момент слезы закончатся, и ваша нервная система будет в более стабильном состоянии. Поэтому не нужно обесценивать свои такие проявления, как слезы. Когда мы с вами смотрим фильмы и видим, что кто-то расстается, там обычно сразу появляются алкоголь, наркотики, таблетки и прочие губительные средства, и, конечно же, не стоит этого делать, хотя бы потому, что, когда вы досмотрите это видео до конца, вы поймете, почему нельзя притуплять боль во время расставания. Более того, когда мы себе намеренно вредим, напиваемся, да, обкуриваемся, то на следующий день к боли, которую мы испытываем от расставания, добавляется чувство вины, ощущение никчемности, ничтожности, бессмысленности вообще своего существования. Поэтому нам и так плохо, зачем делать себе еще хуже? Правильно, незачем. Так не делаем. Следующий момент — это использование других людей для того, чтобы забыть человека, какие-то романтические интрижки или просто какие-то свидания и так далее с людьми, которые не имеют сейчас к вам никакого отношения и нужны только лишь для того, чтобы заглушить боль. Во-первых, это, опять же, не дает вам проживать вот это расставание, чтобы уже эта боль исчезла из вашей жизни. Во-вторых, опять же, чувство вины за то, что вы использовали человека. Вы можете испытывать это уже позже, да, когда вы осознаете, что на самом деле вам этот человек совершенно не нравился, вы просто хотели отвлечься на самом деле. Поэтому этого делать не стоит, вы в любом случае об этом пожалеете. И проживать расставание нужно в одиночестве все-таки, потому что завершаются ваши отношения, они еще продолжаются. Расставание — это тоже определенный этап в отношениях, и важно его дать себе прожить. Последнее здесь — это оставаться на одной территории с человеком, с которым вы расстаетесь. Очень часто люди, когда разводятся, они продолжают делить территорию, детей, имущество и жить в одной квартире, потому что так удобно. Но это очень губительно и не способствует вашему выздоровлению, выходу из этого состояния, потому что вы постоянно ретравмируетесь. Вы постоянно видите этого человека, вспоминаете, можете друг с другом конфликтовать, да, и усиливать вот это количество боли. И для того, чтобы вам начать переваривать это все, вам нужно разделиться, уехать, разъехаться. Поэтому приложите максимум усилий, чтобы остаться в безопасности. А безопасность для вас — это сейчас место, где есть вы и ваши близкие, которые вас поддержат. Когда мы переживаем утрату, это тоже утрата. Давно уже достаточно американский психолог Кюглер Росс, она выделила пять стадий проживания горя при утрате. Когда мы с вами расстаемся с человеком, происходит резкий разрыв контакта. Его резко не встает как бы в нашей жизни, да. И мы начинаем резко менять свое мышление, да. Нам теперь нужно думать иначе, планировать иначе, нам нужно вообще как-то это пережить, если отношения были долгие тем более. И на это требуется гораздо больше времени, чем нам может показаться. И поэтому стадии переживания утраты человека и стадии переживания расставания с человеком, они очень схожи. Первая стадия — это отрицание. То есть когда мы узнаем от человека, что он, допустим, решил нас бросить, или мы приняли решение расстаться, наступает внутри такой шок, что вот сейчас это произошло. И нам кажется, что почему это все-таки нас коснулось. Я думала, такого никогда со мной не случится. Неужели это правда? Неужели я, правда, теперь буду один или одна? Мы в это не верим. И у нас отрицание бывает до такой степени, что человек начинает биться в истерике буквально, да, кричать, рыдать, бить посуду, куда-то убегать, уходить. У других отрицание может быть еще более глубокое. И тогда человек делает вид, что ничего не происходит. Будто бы так было запланировано, так и должно было быть. Он как будто бы это уже предвидел, и как-то спокойно вроде к этому относится. Но на самом деле внутри такой сильный шок, такое сильное отрицание и блок эмоций, что человек не позволяет себе вообще это хоть как-то выразить. И в любом состоянии, когда мы только узнаем, что это произошло, или когда мы только начинаем переживать расставание, очень важно осознать, что это действительно произошло. Да, мы расстались, но мир не перевернулся, никто не умер, не случилась катастрофа, пожар и так далее, не случилась война. Мы продолжаем жить дальше, вот с этой новой информацией. Это первый этап. Вторая стадия — это гнев. Иногда до этой стадии идут очень долго, очень долго переживают шок, особенно если вы были в зависимых или созависимых отношениях, то разрыв еще тяжелее. Более того, вы находитесь в слиянии с человеком, а злиться почти на самого себя — это очень сложно. И поэтому, если вы злитесь, это вообще окей, все в порядке. Обычно на этом этапе люди начинают сыпать друг другу претензии, не вспоминать все самое ужасное, орать друг на друга, делить детей имущество, не пускать человека домой, менять замки, рвать фотографии, выбрасывать вещи. В общем, все самое адское обычно творится на этапе гнева. И очень важно это прожить. Да, в рамках закона, конечно, так, чтобы не причинять серьезного вреда какого-то морального или физического, не дай бог. Тем не менее, прожить этот гнев нужно. Можно выражать это с помощью письма гнева, можно написать все, что вы думаете о человеке, но не отправляя ему, естественно. Добавить сюда спорта, потому что гормоны, да, вот гормоны стресса, они имеют возможность выходить с помощью спорта, имеют возможность заканчиваться, да, когда мы испытываем такую нагрузку, хотя бы легкую. И поэтому держать в себе это точно не стоит. Более того, если мы не выражаем человеку, да, гнев, почему мы злимся на него, как вообще он так посмел, как он мог, то мы начинаем уже злиться на себя, потому что агрессию девать куда-то все-таки нужно. Это уже называется аутоагрессия. Поэтому проживать все этапы очень важны, в том числе стадию гнева. Третья стадия — это торг. В этот момент нам начинает казаться, что если бы мы повели себя как-то иначе, если бы партнер сделал как-то по-другому, то мы бы не расстались. И вообще мы начинаем вспоминать, что мы классная, красивая пара, и, может быть, эту измену стоило бы простить, и, может быть, он вообще не это имел в виду, а, может быть, он вообще мне не изменял. И вот это все начинается, да, мы начинаем торговаться как бы с собой или с партнером, говорить ему, что я поменяюсь, давай попробуем еще раз, уговаривать себя, унижаться. Вот это все происходит на стадии торга. И этот монолог в голове, который мы прокручиваем, надо было сказать вот так или сделать вот так, а могло бы быть иначе, но почему вот все так плохо. Он бесконечный. Эта стадия очень противная, неприятная, мы в нее попадаем, перечитываем переписки, расстраиваемся, хотим все поменять. Там, может быть, навязчивые какие-то сообщения, да, партнеру. Тем не менее, это все важно выговорить кому-то. То есть самое главное на этом этапе это запросить поддержку у близких, чтобы они просто вас выслушали, чтобы вы вывалили все из вашей головы им, и они просто вас поддерживали, говорили, да, ты сделал все правильно, ни о чем не жалею, получилось как получилось, мы с тобой, все будет хорошо. Просто выслушивали и поддерживали, подтверждали то, что вы сделали на самом деле правильный шаг. И чем больше вы будете об этом говорить, вы будете вербализировать то, что вы думаете в своей голове, тем быстрее вы поймете, что на самом деле это жалкие попытки вернуть то, что уже на самом деле разрушено, вы уже расстались. И сейчас уже ничего не вернуть. И не нужно это возвращать, если вы приняли совместно такое решение. Или даже кто-то один из вас принял его достаточно четко. Нужно это принимать. И чем больше вы позволяете себе монолог этот крутить в одиночестве, тем отчаяннее будут попытки все вернуть. То есть в момент торга наша самая главная задача у мозга это вернуть все как было, чтобы эта боль поскорее закончилась. Но это невозможно. И есть только один способ закончить с этой болью, это прожить ее. И как раз это мы будем делать уже на четвертом этапе. Четвертый этап — это депрессия, которая наступает, так скажем, медленно, но очень сильно. Это такое состояние отчаяния, когда нам кажется, что жизнь без этого человека как будто бы теряет смысл. Как будто бы так плохо, как сейчас, будет еще очень долго и вообще никогда не закончится. Не хочется есть, пить, хочется просто лежать, ничего не делать, не хочется ни с кем общаться, никого видеть. И даже этого человека уже видеть не хочется, просто больно, очень обидно. Это состояние такое противное, тебя ломает изнутри. Это вот состояние этапа депрессии, и боль здесь, она на самом пике. И поэтому все, что мы можем себе сделать, это позволить себе быть вот такими жалкими, никчемными, ничтожными, лежать на кровати, быть неспособными ничего делать, не работать, и так далее. И было бы здорово, если бы кто-то заботился в этот момент о вас и просто помогал вам это пережить. Потому что эту боль нужно просто пережить, выплакать, выстрадать, чтобы она наконец-то закончилась. После этого наступает, даже после самой темной ночи наступает рассвет, наступает пятая стадия. Пятая стадия — это принятие. Это уже такой более светлый этап, когда мы уже прощаемся с иллюзиями, прощаемся с именами детей, которые мы придумали, с мечтами о свадьбах, путешествиях, в совместном доме, собаке и так далее, когда мы разрушаем это все в своей голове, удаляем фотографии, отдаем вещи. Вы можете уже даже общаться с этим человеком, если вы действительно прожили вот эти этапы. И в этот момент, если все этапы до этого мы просто с вами проживали и ждали, когда это закончится, давали себе время, то здесь пора действовать. Тут мы начинаем вспоминать, а что я люблю, а как я люблю смотреть фильм, что я люблю есть, а куда я бы хотела путешествовать. Не мы вместе с этим человеком, а я сам или я сама, как вообще мне нравится, как мне нравится жить. Мы начинаем действовать, ставить цели, планы, мотивироваться, вдохновляться, менять прическу, гардероб, города, работу, все что угодно, что вам помогает вспорхнуть, да, и если вы прожили этапы действительно по-честному, то у вас появится энергия для того, чтобы делать. И вот здесь вы ее прям берите и используйте себе во благо, создавайте свою новую жизнь, новые цели ставьте, не кидайтесь в новые отношения, потому что вам нужно залечить раны, прийти в себя, создать для себя комфортную атмосферу, так, чтобы вам было комфортно самим собой. А дальше уже все будет хорошо, я обещаю. Конечно же, этапы, они могут повторяться, они могут быть цикличны. Если вы не проживаете депрессию, если вы не даете этой боли выйти, то цикл будет повторяться, и повторяться, пока вы не позволите этому закончиться на самом деле. И важно понимать, что некоторые страдают действительно очень долго, именно потому что боятся вот этой боли, но она конечна, она все равно закончится, просто важно себя принимать даже плачущим, с соплями, с слюнями, даже когда вы пишете ему сообщение, что вы его любите уже спустя, там, я не знаю, даже в этот момент нужно себя принимать и любить, потому что вы живой человек. И любые эмоции имеют право на существование. Если вы не испытываете до конца грусть, по-настоящему не испытываете боль, то вы не можете по-настоящему испытывать радость и любовь, потому что это полярные эмоции. И если мы здесь блокируем себя, то и счастье мы не можем испытывать полноценно. поэтому очень важно давать себе эту возможность и именно это называется любовь и забота о себе, когда вы позволяете себе проживать любые свои состояния. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Мне было очень радостно сделать это видео для вас. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok